Да пиздец. Неуважительное отношение. Типичная женщина. Перед тобой высморкался на землю через ноздрю. Привет. Привет. А меня зовут Ярослав. А тебя? Ярослава. А ты веришь в свидание слепую, в то, что можно заинтересовать человека и понравиться ему? Вот так. Да, верю. А ты? Нет. Думаю, меня кто-нибудь переубедит сегодня. А ты вообще такой экстраверт? Зависит от настроения, на самом деле. То есть я могу и замкнуться в себе, сесть в комнате и неделю полежать, позаниматься своими делами. Но и друзей я очень люблю. И ходить, и общаться, и гулять, и знакомиться с новыми людьми мне нравится. Это все, что ты описала, это вот типичная женщина. Да, на самом деле. Ну, мне так кажется, да, это зависит от этого. Я переживаю. Ты очень переживаешь? Не очень, но не... Ну, переживаешь, ну, понятно, дело все не переживаю. 65% переживаний где-то так. Это у тебя аналитический склад ума? Не знаю, просто люблю все в процентах так измерять. Скорее всего, да. Что ты хотела, когда шла сюда, какую цель ты преследовала? Мне было очень интересно. Просто сняться, увидеть себя на ютубе? А, это нет. Когда уже снялась, увидела себя на ютубе, мне было стыдно. И ты решила позориться так по полной? Ну да, уже все равно. Меня какая-то зовут. У тебя интересный голос, тон. Спасибо, что я не пою. Мне кажется, с моим голосом нельзя петь. Почему? Вдруг получится. Ты пробовала, да? И друзья сказали, лучше не надо, да? Меня когда-то выгнали с караоке. Тебя выгнали? Выгнали? Да. Ты же деньги платишь. Зачем ты пришла сюда? Мне нравится пробовать что-то новое. Ну, то есть ты не боишься рисковать, значит, ты смелый человек. Живем один раз. Может, тебе интересно, кто я по жизни? Нет. А кто ты по жизни? А кто я по жизни? Я в поиске себя. Какого ты роста? 175. Интересно, хорошо. А ты? Я 170. Это критично? Ну, нет. Ну, я слышу уже по голосу, что да. Это не первый человек с таким ростом, которого я встречаю. Конечно, не первый. Карли Кофе Салона. Мы из Шира пребываем. Так и потом. А как ты выглядишь? Можешь себя двумя словами описать? Симпатичная и веселая. Выглядишь. Веселая. Как можно выглядеть веселой? Ну, это когда ты улыбаешься постоянно. Внешность для тебя на каком месте? На втором, наверное. На первом характер. Как ты выглядишь? Трех словах скажи мне. Как бы ты себя описала? Яркая, невысокого роста. Татуировки дреда. Интересно. А дреды их надо мыть? Как ты их мышь? Ну, как и обычные волосы, конечно. Да? Конечно. Как бы ты описал себя? Крупный, высокий. И... Ну, мне тоже есть татуировки. Я немножко путешественница. Немножко музыкант. Я имела счастье организовать некоторые маленькие концертики. их фотографировать и знакомиться с кучей музыкантов, после чего сама себе купила укулеле и начала играть. Я немножко стоперша, немножко каучсерферша. Ого. Вот. Да, ну то есть такой немножко жипчик. Это очень интересная жизнь. Наверное, мне этого не хватает. Я в жизни очень слишком серьезно отношусь. Имя Ибрагим тебе что-нибудь говорит? Нет. Почему волнуешься? Я не вижу человека и надо импровизировать, болтать. Ну, так же интересней. Согласен. Вот, ну, только поэтому и пришел, потому что это интересно. Я тоже. А ты выбираешь человека по внешности? Скорее, это комплекс. Ну, это комплекс всех, так скажем, характеристик. Ну, внешность, внешность это тоже важно. Как ни крути, но мы всегда все выбираем сначала по обложке. Согласен. Но видишь, мы сейчас друг друга вообще не по обложке выбираем. Ну да. Но это тоже интересно. Это высокомерно, я не могу. Я выбираю Миру, потому что я ее угадал. Оказывается, да, мы с ней знакомы, ее угадал. И, ну, так будет дальше неинтересно. Важен ли человек или важно место и деньги? Конечно, человек. Конечно, человек. Ну, я такой больше, наверное, романтик. На самом деле, наверное, из-за этого я не могу себе представить идеальное свидание. Потому что я понимаю, что какое бы то ни было свидание, в плане места, проведения, если будет тот человек, который нужен, то вообще будет без разницы где и зачем. Что нужно делать на идеальном свидании? Ну, потому что много говорить или заниматься каким-то там штукой вместе, типа там готовить. Можно покушать. Можно покушать. Или даже обязательно покушать. Ты любишь кушать? А что это и нет? Ну, голодный будешь злой, что-то за свидание. А где это должно быть? На берегу океана. Какое время суток? Утро, 9 утра. Почему так поздно? 9 утра это поздно. Ты любишь поздно просыпаться, да? Так 9 утра это уже встретимся, а проснуться надо, не знаю, полвосьмого. Ого. Во-первых, не может быть чего-то идеального, либо идеальность свидания ты поймешь со временем. Нет каких-то основных критериев для идеального свидания. Мне кажется, это очень сложно. Ты приходишь со списочком, там отмечаешь. Окей, солнце светит, значит, все, свидание прошло успешно. Ну, для меня это когда ты встречаешь, важно именно в человеке на самом деле. Ты встречаешь человека, который тебя слушает, которого тебе интересно слушать, который смешно шутит, который смеется с твоих шуток, и не гуляешь в мороз минус 20. Ну, смотря... Подожди, подожди, можно только тебя, вот о чем нельзя говорить, что человек, да, прежде всего, решает? Понятное дело, типа, если он урод, то или она, ну, урод не по внешности, или она урод. Пришел, я не знаю, перед тобой высморокался на землю через ноздрю, вот, я, типа, уже бы никуда не шел с ней. У меня бы сразу кошка рожала и молоко сбегало. Это на природе, ну, пикник какой-нибудь, потому что я не особо люблю всякие рестораны. Мое идеальное свидание – это взять пиццу, вино и поехать куда-нибудь на берег речки встречать закат. Но это если летом. Если зимой, то никаких свиданий. Никаких свиданий зимой? Сразу домой. Ну, не знаю, мне кажется, что большинство идеальных свиданий получаются спонтанно. Но лично у меня так было. Для меня идеальным свиданием может быть даже поездка на велосипеде в 30 километров, и это будет просто идеально. О, это такая большая ответственность. Значит, номер 4, Екатерина, по-моему, она не смогла дать разумительного объяснения. Ну, человека, человек, ну, согласен. Ну, и Ангелина. Ну, если внешне. Да. Конечно, в первую очередь, это неопрятность. Грязная одежда, не расчесанные волосы, не знаю, грязная кожа. Ну, в общем, неопрятность. Да, я согласен насчет неопрятности. Я очень задроченный на этом вопросе. Любитель, чтобы все было чисто и аккуратно. Вот, а если в плане общения, мне очень не нравится, когда люди слишком самоуверенные, то есть, когда парень подходит, то он уже знает, что все, дело сделано, он еще рот не открыл, а уже все хорошо у него. Я понимаю, что такие люди просто со всеми так общаются, и искренности в этом ноль. Не знаю, и только если он тупой, вот это самое ужасное. То есть, если он умный, неаккуратный, сморкается на асфальт, то пойдет. Ну, это вообще какие-то трешовые, это и так понятно, что... Ну, не знаю, я вот видел, парень сморкается, вытирает руку об штаны и дает девушке руку. Не знаю. Тебе так не давали руку? Нет, нет. Слава богу. То есть, важно это, чтобы он развивался все время и был умный. Ну, да, что умный, да, мне нравится умный. А в внешних каких-то качествах что-то может оттолкнуть? Ну, оттолкнуть прям, если он помоется, там, чистую одежду оденет, в принципе... Ну, вот он пришел умный, но у него зас... Он какой-нибудь тайпикал айтишник, он такой, засаленный волосы. Не знал, не очень опрятный внешний вид. Значит, он тупой, если он так пришел, да? Ну, кто придет в таком виде на свидание, на встречу? Это агрессивность через чур, когда он на протяжении прогулки, он все время говорит о себе, не давая возможности что-нибудь вставить. А агрессивность это вот по отношению к тебе или вообще к окружающему? К окружающему. Ну, если он ведет по отношению к окружающему, он и ко мне будет агрессивным. Бодловатость в плане поведения и общения. Когда мужчина просто не останавливается на ходу в присутствии девушки и начинает харкаться. Я согласен. Смешно. Неопрятность, неуважительное отношение. Какие-то фразочки неуместные, неуместные шутки. А можно подъебывать? Типа, там, пошутить насчет, я не знаю, щек? Ну, это не по злому. Нельзя шутить насчет щек, больная тема. Нет, я просто считаю, что это неуместные шутки. Человек, который себя принимает, он нормально относится к тому, что его там подшутят насчет. Ну, смотря какая шутка, опять-таки. Я спокойно воспринимаю шутки в свою сторону и подколу, только если они не переходят в определенные границы. Да пиздец. Чем меньше людей, тем становится сложнее. Они, в принципе, все хорошие девушки, мне интересно с ними было бы пообщаться. Игра интуиция просто началась. Я могу выгнать красивую девушку, которая мне, в принципе, бы понравилась. Ну, пускай выйдет Лиза и Наташа. Это необъяснимо, но факт. Наконец-то закончить институт, сделать свой магазин нижнего белья, так как я его шью. Вот, ну, не знаю, уже чтобы работа была у меня любимая и счастливой быть. Вот так как-то. Мне очень нравится нижнее белье. Это очень красиво, это прям... Спасибо большое. А ты не будешь рассказывать, да? А ты хочешь узнать? А, да, конечно, хочу. Приди к успеху. Что для меня успех, это когда я буду уважать себя сам за то, что я проделал. У меня будет хороший высокий доход и при этом я буду хозяином своего времени. Меня не загоняли обстоятельства в то, что я должен пахать. И как получается? Ой, нет, пока нет. У меня такая профессия, что вначале... Какая? Я стоматолог. О, класс. О, нет, поверьте, класс. Какая смучила. Я бы хотела в ближайшее время и дальше развиваться как фронтенд-разработчик. И я не выезжала никогда за границу, кроме как в Болгарию. И хотелось бы, конечно, покататься немного по Европе. Это что касается ближайших пяти лет. Вот дальше я не рискну загадывать. Я бы очень хотела что-то сделать великое. Великое для людей. Я учусь на инженера и я сталкивалась с проблемой, что у нас в стране в принципе очень мало таких центров развивающих, робототехнику и так далее. Я бы очень мечтала в будущем открыть научный центр здесь в Украине для талантливой молодежи. На ближайшие пять лет у меня план поступить в технический вуз в США. Самый топовый, можно сказать, MIT. Но если не получится туда, то и другой инженерный вуз там тоже подойдет. Я бы очень хотела туда поехать, набраться опыта, поработать, вернуться сюда и сделать что-то очень крутое для людей. Ты очень умная, раз ты видишь в этом реальность. Ну, достаточно умная. Достаточно умная. Это хорошо, что ты скромная. А у тебя какие цели? Да ладно, не дотянуть до конца месяца, я уже хотел пошутить. Катя. Катя. Антонина. Да? На своем нижнем белье ты выехала в финал. Ты сегодня в нем? Да. В своем? Да, да. Оно еще и удобное, да? Ну, конечно. Я носить не буду, сразу говорю. Я знаю. Я для мужчин не шью. Это была шутка еще такая серьезная. А, да нет, мне интересно просто, на что это повлияет. Да, в смысле повлияет, но ты же не выигрываешь. Мы можем, вот даже если ты не выпадешь, ты мне сейчас понравишься, я же найду твой инстаграм, и все. А, да? Потом тебе придется спасаться. Блин, класс. Класс? Попало, да? Я тебя чем-то выбил, каким-то вопросом из... Не знаю, я в ступоре. В общем, ты что-то подустала, да? Да. Я так понимаю, ты все еще студент? Или ты уже закончил? Ну, я закончил, я интерн. Чем ты занимаешься в свободное время? И есть ли оно у тебя вообще? Времени свободного немного, но я работаю над этим. Лето у меня прошло, я жил в больнице просто. Домой уходил в 10 вечера, и приходил туда в 8 утра. Я обязательно всегда тренируюсь. Не знаю, я не могу не заниматься физическим трудом, спортом. А каким-то спортом в детстве ты занимался? Ой, да, это были... Многие спорты. Многие спорты? Да. Я поняла. А что это больше всего понравилось? Больше всего мне понравилось плавание. Я 6 лет занималась плаванием, кандидатом. Да, поэтому мне тоже очень нравится. Хорошо, все, спасибо тебе. Спасибо тебе. А, я у нее ничего не спрашивал. Сложно. Сложно. Короче, они обе хорошие. В любом случае, я их увижу, когда они выйдут. Поэтому это все решит. Алла, девушка с мозгами, меня заинтересовало. Мои ощущения, ну, волнительные. У меня... Да, да, да. Да, у меня тоже. Волнительные. Нет. Нет. Главное, чтобы ножки не подкрасились. Да, девушки. Девушка-технарь, 6 лет плавания. Я, наверное, сейчас в голове как такой бульдозер. Ждала. И... Здравствуй. Я удивлен. А что, там пишется что-то? Что ты хочешь сказать? Типа, извините, да? Можно я пойду? Когда ты свободна на следующей неделе? Я третий свободно, когда я буду жить. Идеально. Ооо. Очень интересный опыт. Много эмоций. У меня давно не было эмоционального всплеска. А тут прям адреналин лупил, ну, вот, все время. Поступать высокомерно, кого-то выгонять. Ну, я не могу так. В принципе, все нормальные люди. Я рад, что не было каких-то парень должен. И вся хуйня. Вот как-то так. Часто слышу от парней, которые говорят, что девушкам там нужны какие-то деньги или еще что-то. Это заблуждение. И всегда можно встретить, которое будет ценить качество и эмоции. Наверное, так. Что-нибудь еще надо добавить? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!